Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Анатол Куплинов в Play, а это снова Человек-паук 2. Сразу, пока не забыл, давайте поменяем костюмы, потому что костюмов у нас много и бегать давайте в разных постоянно, чтобы не, так сказать, не повторяться. Давайте возьмем вот такого черного паука, Питера Паркера, мы, соответственно, нарядим во что-то в белое. Пусть будут черные и белые. Так, окей, будем их периодически менять, если я буду не забывать об этом, и будет весело. Так, у нас тут кристаллы рядом, пойдемте их, собственно, немножечко... Да-да-да-да-да-да, это еще один кристалл, где он? А где он, подожди-ка, он где-то здесь на базе? А, вот он, окей. Так, поехали. Кстати, мне написали в комментариях, куда у меня пропадает хп-шка. Оказывается, что если я использую этот как его супердобивание, тогда, соответственно, оно и тратится. Поэтому не нужно этим заниматься. Нужно восстанавливать хп-шку и не добивать их суперприемками. Ай-яй-яй, не дури. А, ты не попал, хорошо. Он не попал. Так, допустим. Иди сюда. Сам подключу. Вот, 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 видал? Вот эта херня, это, короче говоря, добивание, на которое тратится вот эта вот полосочка для восстановления хп-шки. Я ее тратить, значит, не буду, на всякий пожарный, мало ли чего. Плюс кристаллик. Плюс кристаллик. Так, давай нам воспоминания говори. Поехали. На хрена дали возможность покрутить кристалл, если его нельзя даже перевернуть? Просто тупо что-то делаешь и все. Так, рогатка. А как мне понимать? Смотри, вот есть рогатка. Как понимать, в какую сторону она направлена? Она где-то сверху, что ли? А, нет, вот. А, она направлена на ту сторону. Хорошо. А мне на ту сторону и надо, в смысле? Спокуха. Мне на эту сторону и надо, значит, помчали. Так, сюда. Куда? Тихо. Спокойно, не то нажал. Нам нужно зарядиться в рогатку. Супер рогатка, вот, окей. И раз. Хорошо. И сразу. Опа. И полетели. И полетели очень. Четыре тысячи метров. Серьезно. Подожди, а фоткать умеет только Питер Паркер или Майлдс тоже фоткать умеет? Вот в чем вопрос. Просто вот есть типа фотокарточка какая-то сделать. Давайте попробуем сделать, что ли. Там, по-моему, нужно нажать куда-то вверх. Только не разбейся. Спокуха. Спокуха не разбейся. Так, по-моему, фотоаппарат у нас вверх. Да, фотоаппарат вверх. Объект слишком далеко. Ага. Я фоткаю, как кто-то фоткает. Да, это отличный кадр. Да, окей. Ну, отличный, значит, отличный. Так, спокойно. Надо смотреть, куда я иду. И раз. Хорошо, помчали. Говорите, что хотите о соцсетях. Мне вот точно есть что сказать. Но они помогают многим предпринимателям удерживаться на плаву. Соцсети? Ну, соцсети сейчас это вообще жестко. Это и реклама, это и клиенты. Это все что угодно. Сейчас без соцсетей совершенно не проживет, мне кажется, ни один бизнес. У любого бизнеса должна быть соцсеть. Без этого никак. А мы можем подтягиваться и летать вот так вот, да? Отлично, кстати, наверное. Это нам сделали как? Это сделали нам ускорение передвижения по городу, потому что город стал гораздо больше. Поэтому просто с стандартным перемещением на паутине было бы слишком долго. Я буду потихоньку выполнять дополнительные задашки. Спокойно. Клеймо на человеке? Хорошо обдумай наше предложение. Клеймо на человеке? Ну, простите, никого клеймить не буду. Клеймить? Так, я не добиваю. Я не добиваю. Ёбать, серьёзно? Я не добиваю, я, если что, на этот какой-то. Ага. В смысле? Вот поэтому я никого не добиваю, потому что раз, и сразу надо было резко восстановить здоровье. Так, спокуха. А почему я этого не притяну? Он наверху! Я наверху, да, я там. А ты где? А ты уже внизу. Всё? Всё? Нет, не всё. Так куда ты? Куда ты, блядь? Куда ты лезешь? Так, а кого клеймили-то, я не понял. А ничего делать не надо? Парировать врагов? Так, ну нам тут только сект не хватало. Так, ещё кристальчик вот там вверху. Это мы тоже соберём. Там прям ебать пыль какая-то стоит на этом. На этот раз кристалл мой. А чей ещё? Чей ещё он может быть, если ты один здесь? Погнали. Этот костюмчик, не знаю, как вам. Мне он не особо нравится. Так, цветная молния, это очень хорошо. Ага. Так, вот этого не добиваем, спокуха. Всё, кафешку восстановил, отлично. Я же хочу вам помочь! Я же хочу вам помочь, ребята, вы чего? Я же хочу вам помочь. Тихо. Хорошечно. Вот это было мощно. Вот это мощная атака, спокойно. Тихо. Увернулся красиво. Так, он туда потянулся быстро. Ага. Хорошо. Не надо так делать. Опа, красная, красиво. Вот и всё. Вот и всё делов-то! Этих можно прям сбрасывать с крыши, и ничего не будет. Возникли, короче, споры в комментариях по поводу того, убивает Питер Паркер людей или нет. Оказывается, он кидает туда специальный гаджет вместе с ними с крыши, который где-то там к стене цепляется и их, соответственно, вешает. Надо будет в следующий раз, если не забуду, слазить посмотреть. Я сообщил копам, что за нами охотятся, но меня никто не слушает. Никто никогда меня не слушает. Пора взять всё в свои руки. Марко уже много лет не появлялся. Знал бы я, что у него проблемы. Помог бы. Надо будет потом... Марко состояние улучшает постепенно. Это типа какая-то доп-миссия или доп-концовка какая-то? Бля, спокойно. Чё происходит? Это надо заклеить всё? В смысле, человек-паук, ёб твою мать, вы чё тут делаете? Мне же надо, дарм, заклеить эти какие-то. Да почему вы все, блядь, с этим? Где у меня хоть одна прибуха? Наверное, нужно заклеивать. Я вас опутываю. А ты чё, дурак? Эй, я увернулся, я тебе отвечаю. На, окей. Прям, блядь, рядом с этим. Стреляй в них. На ту сторону, спокойно. Атаковать био-пинками четыре вага одновременно. Сейчас не до тебя. Вот и всё. Лечение? А, это мне. Кого там не бросить? Блядь, может реально скорую просто тебя быстрее будет вызвать, нет? Я могу доставить вас до скорой. Там вам помогут. Куда? Мы так пока до миссии идём, блядь. Полтора часа пройдёт. Ну, а что поделать? В любом случае, до скорой по дороге, поэтому ничего страшного. Надо будет посмотреть, что у нас там по уровням, потому что мы что-то прокачали. Поднялся уровень, по-моему. Да, потерпи, осталось чуть-чуть. Прошу прощения. Опа. Лови. Лови, забирай. И тачдаун. Здесь о вас позаботятся. Так тачдаун надо сильно вот так вот делать. Тачдаун надо прям жёстко. Так, навыки. Сколько? У меня два очка. Два очка. Сразу пос... Перезарядка начнётся с 50%, если только на одну цель воздействую. Ну, давай, окей. Хорошо. Так, очки навыков... А, можно не по двум сторонам идти, можно по одной. Повтор нажмите L1 во время биопинка, чтобы подбросить врагов в воздух. Это как выглядит? Ещё разочек. Ну, показывай ещё раз. А, типа два раза нажимаешь, и они подбрасываются. Хорошо. Если рука запомнит, значит, будем делать. Поехали дальше. Да прыгни тоже, человек. Спасибо. Да прыгни, я тебя прошу. Блядь, полторы тысячи метров. А без этих заданий мы не накопим достаточно уровня в районах и не сможем быстро перемещаться. В этом, короче, смысла мало не выполнять задания. Типа, знаешь, пару раз, пока летишь, выполнишь задание, зато потом можно будет просто быстро перемещаться. Это уже будет полезно. Так что выполняем потихонечку. Потихоньку, помаленьку, но выполняем. Тысяча метров. Знаете, можно, интересно, добраться до самолёта? Так сильно подпрыгнуть, что сесть на крыло. Найдена фотосъёмка. А можно сверху фотографировать? И раз. Нормальный. Не то. Вверх фотоаппарат. Куда ты, блядь? Ты дурак? Фотоаппарат, вот. Как понять, объект не в фокусе? Простите, опаздываю. Ага. Класс. Окей. Поджог. Напомнило многих людей, писавших нам в Бьюгал, и пару человек там работавших. Свобода слова — это прекрасно, но от того, что ты постоянно что-то повторяешь, правды оно не станет. Но хватит! Блядь, кончилась паутина, серьёзно? Почему мне не место в новом мире? Вы чё, дурачки, блядь? Так, цепная молния — это вообще прекрасно. На самом деле, цепная молния — это самая прикольная штука. Аккуратно. Она прям бьёт сразу по всем и очень даже не бьёт. Вот он сейчас гаджет какой-то, я так понимаю, использовал, он приклеил его к стене. Возможно, что и обычный паук там это всё дело сделает. Так, спокойно, а? Блядь, ты меня-то не поджигай! Спокойно, спокойно! Ещё пламя потушить надо! А, на той стороне. Вот и всё. Вот и всё. Все жители целы, а остальным займутся пожарные. Это правильно. Надо хоть обычным людям работу-то оставить какую-нибудь. Блядь, Гарлем прохождения нет вообще. Блин, как же долго до быстрого перемещения, ебанусы. Ну, постепенно, наверное, везде появится. По чуть-чуть, помаленьку. Ты маску-то, может, снимешь? А стоит? Расслабься. Я не хочу, чтобы племянник опять мне навалял. Твой отец точно так же на меня смотрел. Майлз? Мартин Ли. Ему устроили побег. Я знаю, о чём ты думаешь. Не тебе его ловить. Не дай ему пустить корни здесь. Это всё равно, что жить в тюрьме. Легко сказать. А сделать трудно. Но иногда прошлое надо отбросить. Чтобы расчистить место для будущего. Я потому и звоню. Мне нужно кое-что достать. Я мог бы и сам. Но с бродягой покончено. О чём речь? Надо забрать кое-что из старого снаряжения. Я спрятал его в бывшей лаборатории Роксон у Центрального парка. Я знаю, где это. Значит, бродягу мы больше не увидим? Даю слово. Бродяга это из Майлз Моралес. Спайдермен был. Это заебал оставлять свою маску уже везде. Он постоянно везде забывает свою маску. То в ванной, то у дядьки, то ещё где. Я серьёзно, Майлз Моралес. Говорят, этот парень умеет превращать мозги в кисель. Просят о делах. Ну, что ещё у тебя нового? Как учёба? Есть ли симпатичные девчонки в классе? Я не знаю. Значит, всё-таки есть. Я думал, у нас разговор-то подольше будет. Я же остановился, чтобы заставка не пошла. Я тут. Что мне искать? Всё перед тобой, племянник. Я загрузил в твою маску кое-что из своего кода. Ну, конечно. Этот тайник откроется лишь когда обнаружат мой код. Л2 удерживать поиск кода. Последний шаг. Расшифровать ключ. Попробуй. Не жульничай. Не спеши. Ебать, короче, курки так сильно вертятся. От них такая вибрация идёт, я не могу это поймать спокойно. То есть его... Смотри, прикол. Его нужно прям потихонечку наводить. Но у меня палец в это время дёргается, потому что вот... Я не знаю, как тебе это показать. Короче, идёт вибрация жёсткая, она не даётся это сделать. То есть нужно нажать прям еле-еле. Еле-еле. И причём ещё двумя руками. И когда ты наводишь вот на этот центр, он начинает просто невозможно давлять. Это нереально. Так, я голубей тебе должен принести, что ли? Расположитесь так, чтобы забросить... Что? Чтобы забросить что? Чё, куда забросить надо? Ещё решётка. А-а-а. Охуеть, серьёзно? Ага, это нереально! А он назад не возвращается, он типа на то... Да, бля, не могу. Это нужно обязательно всё целое время продержать. Отсюда открыть не смогу. Чтобы забросить панель... А, это вверх нужно. Ебать это сложно. Ты бы стал достойным бродягой. Ты ведь уже понял, как попасть внутрь. То есть здесь нет такого, что ты сколько-то, например, вот полоска длительности есть. То есть ты удержишь, она сокращается. И я так понимаю, что ты... Когда у тебя уходит из этого, из радиуса, то она просто назад возвращается. Нужно прям обязательно полностью всё продержать. А это очень трудно. Ну что, скажешь мне, что это такое? Старые прототипы. Можешь взять себе. Там классные примочки. Класс! Это мне пригодится. Так, вы получили редкую деталь. С помощью таких деталей можно получать доступ к новым костюмам, гаджетам и улучшениям костюма. С помощью улучшения костюма вы можете провысить эффективность в бою при перемещении. Выберите здоровье. Улучшите здоровье. О, здоровье это неплохо. А можно ещё одну? Блин, ещё одну можно. Хорош. Так. Приобретая группу модификаций костюма, получать доступ к обеим модификациям этой группы. Одновременно в каждой группе может быть выбрана только одна модификация, однако её можно иметь в любое время. Небольшое лечение при успешном паре. Это неинтересно. Небольшое лечение при идеальном уклонении. Вот это интересно. Вот это я возьму. Выбрано вот это. Да, окей. Парировать мы очень редко парируем, а вот уклоняюсь я гораздо чаще. Хорошо. Так, что по гаджетам? Подброс. Это всё есть. А их можно прокачать? Не хватает деталей. А я детали сейчас захуярил куда-то в этот, да? В улучшение костюма засунул. Блин, надо было урон на самом деле прокачать. Не хватает деталей. Детали дают за выполнение квестов, да? Слушай. Это не единственный тайник. Дядя. Люди, освободившие Ли, не пройдут мимо такой техники. Нельзя, чтобы она угодила не в терм. Только тебе я могу довериться. Ладно. Я понял. Координаты в маске. Спасибо, привет. Не пропадай. Интересно. Типа можно потихонечку, да. Они появляются на карте. Я слышала про нападение на корабль и про... Ты цел? Си, мам. Я в порядке. Я просто кое с чем помог дяде Арону. А. Ну и... Как он там? Он старается. Это хорошо. Мам, увидимся дома. И пока ты не спросила ещё раз, я точно в порядке. Правда. Люблю тебя. Надо выдвигаться в центр. Посмотреть, что там происходит. Так, тут где-то была фотография. Куда ты, блядь, поехал? Тут где-то только что фотографию я видел. Кто-то балует. В смысле, блядь? Вот здесь же была фотография. Чё за бред? С фейерверками. Плохая затея. С какими фейерверками? Какие-то парни дурачат с фейерверками. И нужно удерживать, чтобы задание... Минутку фейерверки. 3000 метров? А то, что для них нужно разрешение. А то сейчас полиция на грязи. В смысле? Подожди, полиция. А нам сейчас... Что такое? Звонок. Звонок был. Звонок был. Пришлось ответить. Так, найдена фотосъёмка. Да где же, говорю, была фотосъёмка? Ну? Рогатки, хуятки. Это придётся делать. Без этого никак. Так, сфоткал. Окей. Протест не просто ваше конституционное право. Это ваш гражданский долг. Особенно, когда у международной корпорации нечаянно происходит утечка биооружия в вашем городе. В Мидтаун, кстати, я почти прокачал быстрое перемещение. Про конкурс-клубов не забыл? Ты в пути? Точно, это же сегодня. К нам приедет мистер Артлас. Слушай, я перезвоню. Спасибо. Прятаться, человек, по-моему. Как дела? Это кто такой, блядь? Это что за кое? Стой, блядь. Так, а какая у меня способность была, чтобы я этот... Блядь, идеальный план не должно было быть. Да, вот будешь знать. Ебать, ты что вытворяешь-то? Это это прикол с фейерверками, да? Да, блядь. Убивают. Надо срочно, срочно добивать. Откатись хоть что-нибудь, пожалуйста. Блядь, все. Я же его бил, почему он в это время стрелял, я не помню. Просрали, получается. Ну, и ничего страшного. Подумаешь. А где... А куда делаешь задание? Я все уладил, Ганке. Только о чем ты? Параконкур слобов не забыл? Ты в пути? Точно, это же сегодня. К нам приедет мистер Атлас. У него лучшая программа по музыкальным технологиям. И, говорят, он выдает стипендии. У меня к нему столько вопросов. Я скоро буду. Мистер Атлас и везде, блядь, по три километра, ебанутся. Везде по три километра. Их специально так друг от друга оцетывают, чтобы я прям бегал и делал задание по дороге. Просто как бы серия без сюжета, но это такое себе. Делать постоянно и вытворять одни и те же вещи. Вот какая это уже машина была по счету? Вторая или третья, блядь, горящая? Сначала было... Нет, две горящих машины и один горящий... А, это еще и через реку, ебаный свет. Ну, конечно. Не, быстрое перемещение нужно качать по-любому прям. Нужно потихонечку открывать и потом прокачивать. Болтает по всей дороге. Это человек-паук. Гони, гони! Нет! Нас не возьмешь! Я уже взял. Чего это вас не возьмешь? Все, я взял. И что делать? Выходи. Ха-ха, они связаны. Когда удается остановить тонну несущегося металла. Так, ну и как мне туда переместиться-то? Бля, металл уже практически, уже прям практически все. Мне нужно какое-то высокое здание залезть и с него полететь. Хотя бы как-то вот так. Бля, а здесь нет воздушных потоков? Тогда вдоль бега, вдоль берега похуярим. Потому что сейчас напрямик я не пролечу. Он вдоль берега будет сам. Гланд, знаешь, прикол какой? Блядь, упал. У пауков постоянно заканчивается паутина в самый ответственный момент. Но по городу летаешь, можно просто, я не знаю, пачками спамить, а нахуй кончится. Надо как-то это, не знаю. Если типа ограничивать количество паутин на перемещение, это тоже будет жопа. Ну, бляха, почему постоянно заканчивается паутина в самый... Да куда ты, блядь, поворот-то, дурара? А что, разница, вперед лети? Что ты постоянно меня не пытаешься развернуть? Мне неинтересно, что было сзади. Я смотрю только вперед. Сзади меня не интересует. Где задание-то, алло? Я должен в металл уже открыть себе быстрое перемещение. Бланд, смотри, ни фоток нет, ни хера нет. Я что, все задания дополнительные выполнил? А что я в игре так мало получается? Лети! Спокойно. Лети, от моста разгоняйся. Во, отлично. Во, красиво. Во, нормально. Во, заебись. Во, прям отлично. Во, заебца такой. Во, нормалек. Во, нормалдосы. Во, заебосы. О, охуенно. О, здоровенно. Красиво, четко. Что такое? Да что ж такое? Why, звонки и звоночки? Звонки и звоночки! Надо было срочно ответить. Всегда, а как же? Да, а как же? По-другому. Как мне ответить, если срочно? Опять, а, не машина горит, окей. Просто пацанов ни за что. Они про что посадили, и что-то с ними делает. Ты посмотри. Ты посмотри, хватит в меня стрелять! Алло, пацаны, мы хп-шку мою. Разбодраконивайте просто невозможно. Ушел, хорошо. Нормально, вот так красиво. Кто еще? Что надо, блядь? Спокойно. Тихо, 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 пацаны, спокойно. Так, хп-шка. Не нажимаю вниз, что-нибудь запомнили? Почему я невидимый? Почему я невидимый? Кто меня в невидимость вогнал? Да хорош, ты че, дружище, ты достал. Во. Нормально? Все, пацаны. А где он? Блядь. Не могу двинуться. Тут неподалеку стоит скорая. Я вас отнесу. А откуда человек-паук знает, что-то неподалеку стоит скорая? Надеюсь, я не очень тяжелый. Не, ты вообще кабан, блядь, если честно. Тебе надо поменьше жрать. Если бы ты был не таким кабаном, и если бы тебе было проще передвигаться, ты бы сбежал от них. И ничего бы с того не случилось. Так что в следующий раз, когда я тебя встречу, чтобы ты весил на 50 килограмм лучше, понял? Иначе я тебя никуда не понесу. Отнесу тебя, блядь, в тюрьму. Посадят, и там будут кормить плохо тебя. Понял, нет? Окей. Вот так. Теперь все будет хорошо. Ты самый настоящий герой. Спасибо. Спасибо, да. Так, окей, почти доехали. Так, плюс уровень, отлично. Но мне на самом деле не так сильно нужны уровни, как сейчас нужно больше этого какого-то. Не тех головорезов. Может, Бит сумел что-нибудь узнать. Вот так. Палевности ноль просто, нахуй. Сейчас, прикинь, такой сверху упадет такой. А, да нормально все. Я просто на Вадзушном такси. Рад видеть тебя, чел. А кто такой мистер Атлас? Если ему понравится звучание, глядишь, будет мне стипендия. Мистер Атлас, это кто-то связанный с какой-то музыкой или что это? Типа он хочет поступить в какой-то институт, ему дали стипендию. Стипендия, насколько я понимаю, в Америке это типа оплата учебы и стипендия. То есть, бесплатно идет учиться. Репродуктивные технологии не стоят на месте. Почитайте эту брошюру. В ней рассказывается о средствах контрацепции. Проконсультируйтесь с родителями и лечащим врачом. Они помогут вам сделать выбор. Да, они бесплатные. Берегите себя. Я не пойму, при чем тут репродукция и контрацепция. Это же два взаимозаменяющих друг друга слова. Байлз, я рад, что ты пришел. Здравствуйте, мистер Синклер. Да чего отрадно видеть инновации в действии. А, ты слышал про кружок химиков? Они подменяют мисс Фергюсон, пока она готовит к показу новый дрон. Она опаздывает. Презентация на главной сцене. Круто, постараюсь не пропустить. Наслаждайся шоу. Спасибо. Спасибо, до встречи. Так, что еще тут за палатки? Какая-то ярмарка достижений ученого хозяйства. Мы здесь. Подожди, я в астрономию схожу. Эй, это же Моралис, магистр музыки. Как жизнь до Лисей? Ты пришел на встречу с мистером Атласом? Да, я к нему. Классный у тебя стенд. Спасибо. Зайдешь потом? Я сделала модель Сатурна, но скажу по секрету. Это Тор. Я оставлю тебе кусок. Спасибо. Спасибо. Можно мне внешнее кольцо большое от Сатурна? Я его буду жрать и вспоминать о тебе. Буду наслаждаться и радоваться. Где Ганг? А, вот он, здорово. Привет. Ты пришел? Мистер Атлас еще не приехал. Я спрошу его про тот курс вычислительной физики. От вас поступило заявление о пропаже человека. Что случилось? В том-то и дело. Мы не знаем. Она пошла забрать кто-то из машины и все. Не вернулась. Что-то случилось? Я расслышал два слова. Пропал и человек. Так что думаю, да. Идея. Мы займем место. Спасибо. Вот опять. Вместо того, чтобы получить стипендию и потом особо больше не париться, он идет кого-то, блядь, спасать. Еще что выясню. Придумать, как подойти к директору служащему. Как подойти, блядь? Через дверь спросить? Так, сейчас нельзя, что ли? Сейчас типа нельзя просто подойти к человеку и спросить, что случилось. Надо изъебываться и выдумывать какие-то непонятные ходы, что ли? Ладно, давайте изъебнемся, давайте придумаем. Здесь проползешь? Проползешь. Это спецспособность пулка. Уже что-то. Только уведомление с фитнес-трекера. Он считает ее шаги. Где-то она ходит. Мисс Фергюсон все обожают. Только бы ничего не случилось. Найдите ее. Сделаем все возможное. Мисс Фергюсон пропала? Ох ты. Значит, фитнес-трекер остался при ней. Может, я смогу отследить сигнал? От фитнес-трекера сигнал? Серьезно? У них там какие-то жесткие, блядь, технологии. Типа... Это же абсолютно небезопасно. То есть, любой дурачок, понимаешь? Типа паука. Любой дурачок просто может... Преобразованием текста в речь с Хейли Купер. Майлз, мистер Атлас пришел. Ты скоро? Ну вот. Я еще не нашел мисс Фергюсон. Вернусь как смогу. Он прямо сейчас раздает заявление на стипендии. Возьмешь одну мне? У меня есть идея получше. Лови ссылку. Спасибо. Удачи. И поспеши. Майлз использует камуфляж. Эйо, Майлз! Чего тебе гамки? Это может подождать? Ну, нет. Со мной тут мистер Атлас. Я сказал, что ты не смог прийти. Из-за волонтерской работы. И он попросил меня тебе набрать. Тебе удобно говорить? Спасибо, Ганке. Но сейчас неподходящий момент. Держите, мистер Атлас. Я знаю, у вас скоро самолет. Ганке! Алло, Майлз? Да, здрасте. Ты говоришь шепотом. Я не вовремя? Нет. Я могу и так. Ничего. Прекрасно. Значит, тебе интересна наша программа по музыкальным технологиям? Ну, расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Увлекаюсь? Ну, я занимался созданием музыки. Но сейчас для этого все труднее находить время. Ганке показал мне несколько примеров. Звучит здорово. Особенно песня «Я качаюсь». Чем ты вдохновлялся? А, да. Я просто как-то раскачивался и думал. Мелодия сама пришла ко мне в голову. Интересно. А, скажи, что для тебя важно в жизни? Быть рядом с теми, кто во мне нуждается. Быть верным. Надежным. Тем, на кого можно положиться. Очень интересно. И последнее. Что делает тебя кандидатом, достойным на шишку? Я упорный. И для меня важно поступать по совести. Я вас не подведу. Очаровательно. Что ж, Майлз, спасибо за беседу. Я узнал все, что хотел. Спасибо. Вам оставить мою электронную почту или... Ясно. Да, мы жду не очень. Без стипендий. Без стипендий остался ясно. А нахуя Стелсом-то этим занимался, я не пойму. Можно же было просто всех отпиздить очень быстро. Или я, типа, просрал стипендию. Я сейчас идеальное укладнение сделал, между прочим, бля, во время красноты. Почему не сработало? Вот сейчас нет, сейчас понимаю. Сейчас даже претензий нет никаких. Но до этого-то было идеально. Кто там еще остался? Ну что, с бандитами я разобрался. Нет, не со всеми, где-то красночили. Сигнал трекера. Сигнал поступает. Из склада? Может, она... Вон она! Стекло не очень прочное. Не бойтесь. Вы целы? Я в порядке. Но кто эти люди? Как они узнали, что я работала в Рент? А знаете что? Давайте чуть повременим с вопросами. Прячьтесь. Я с ними разберусь. Бля, в такую кучу! В центр-то зачем залетать? Можно же было, блядь, серьезно? Можно же было как-то, я не знаю, аккуратненько с бачка зайти? Зачем ты в центр-то полез? Ты ебалушка или чего, блядь? Так, тихо. Вот этого, нахуй, надо ушатать. Он заебал стрелять. Надо в первую очередь вышатывать тех, кто стоит на возвышенности каких-то и просто в меня стреляет. Все остальное не так важно и не так страшно. Йо-йо-йо! Там кто поехал, блядь? Что это за звук? А, это новые пацанчики. Ладно. Так, блядь, а там этот, которого нельзя парировать. Точнее, которого нужно парировать только. А чё вы делаете? В смысле, какая у вас работа-то? Я не понимаю, чё у вас? Какая цель, задача, блядь? Так, спокойно. Тихо. Вот! Вот сейчас, ладно, не успел. Вот сейчас не успел, так и будет, ладно. Вот сейчас успел! Где паутина ему в лицо? Ну, и сейчас успел. А где, блядь, моя хэп-шка? Я же прокачал способность, алло, блядь. Алло. Алло! Это не то... Ой, хорошо такое. А, блядь, здорового нельзя подбросить, да? Вот сейчас сработало, хорошо, ладно. Помогите мне! Нет, не поможет тебе никто, дружище. Никто тебе сегодня не поможет. Всё, что... Здоровяк, алло. Так, ну-ка, надо было трубу уронить. Дай попробую. Ты один их всех крепил? Да, один. Такая у меня работа. Я жёсткий просто парень, жёсткий. Ты что, хочешь меня нести? А чё, нет? Мне такую не впервой. Подтверди, что ты заранее отказываешься от претензий, если меня выждет. Считайте, что подтвердил. Но лучше сразу скажите. А он может на крыльях летать? Нет, на крыльях сидят, он не может летать. А чё тебе надо было сразу сказать-то? Благодаря Человеку-пауку к нам благополучно вернулась наша несравненная мисс Фергюсон. В знак нашей благодарности я объявляю Человека-паука официальным героем Бруклин Виженс. Похоже на подставу, ебаную. Спасибо. А теперь все во двор нам покажут чудеса робототехники. Похоже на какой-то пиздёж. Такое, знаешь, типа... Никто не знал, что она пропала, всё было втихаря, но при этом хуяк, и он сразу герой. Так, собеседа не закончилась. Это хорошо, только ты не волнуйся, время у тебя есть. Предварительный отбор в кольце начался через 14 дней. Спасибо, что выкрыл время на беседу, но было ясно, что ты занят чем-то важным. Мистер Синглер отзывался о тебе самым лучшим образом, как и директор Эванс. Я заеду на неделю. Поговорим, как следует. Лично. Да, он опять обосрётся же, сто процентов скажет. Блядь, опять надо спасать, опять надо сюда, опять надо туда. Я решил связаться с тобой. Заявок с территории БВ. Нет, да. Так, ну давайте, зато откроем быстрое перемещение. Я так понимаю, сказать, как раз будет. Смотрю, тебе не помешало бы паучья помощь. Так, смотри, Х1-Х2, это равно Р, сто процентов. Там на весь дворство Р. Эй, 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 ладно, я понял. Можешь помедленнее. В чём дело? Так, я хочу позвать кое-кого на школьный бал. Но... Это... Но кишка танка. Всё-таки мой друг, и... Я хочу сделать это по-особенному. Я раздобыл экраны и хотел вывести на них сообщение. Но... Генератор сдох. А чувак из проката не берёт трубку. Подстава. Блядь, закажи в другом прокате. Помочь. Спасибо. Я брал генератор на прокат в Рейнольдс и Ко. Скину тебе адрес. Ладно. Хе-хе, блядь. Я в охуе. Знаешь, с чего? Знаешь, с чего я в охуе? Это вообще не дела для супергероя, блядь. Иди туши горящие машины. Какой нахуй друг? Какой бал? Какое... Ой, блядь. Какое приглашение. Ну, что за херня? Ну, ещё я не знаю, блядь. У бабки молоко в холодильнике прокисло, блядь. Заведи ей кота, нахуй. Заведи кота. Ой, какого кота? Заведи ей, блядь. Какого нахуй кота? Заведи ей, блядь, не знаю. Кошку. Какой кошку? Корову, блядь, ей заведи, да подаи. В конце-то, в конце-то, в конце-то. Ну, что за дичь, блядь? Ну, что за... Ой, не знаю. Ой, не знаю. А что-то у меня как-то это... Так успокойно. Что-то у меня как-то стали откатываться скиллы, по-моему, долго, нет? Раньше прям постоянно хватало скиллов на все удара. Сейчас что-то хватает. Да, выхрекрати, не надо, блядь. Что? Зачем ты бьешь стол, паук? Прекрати толпить стол. На нахуй. Попался, человек-паук. Попал. Давай я парировать буду, заебал. А! Крыса! Крыса! В смысле, охуел? Бать на крысу просто сзади. Ой, блядь, я хотел парировать нажать. Так, ладно, хэпэшку установить. Илладин, я хотел нажать Илладин. Алло, продавец, продай генератор. Это займет неделю. Передашь плохие новости? Ладно. Надо сообщить Ви-Джею плохую новость. Хорошие новости есть? Ну, новости есть. Генератор сломан. Так. Ладно. У меня есть еще идея. Ты только возвращайся. Я кое-что придумал. Что ты придумал? Чтобы человек-паук своей жопой запустил генератор? Давай, попробуем. Давай, я запитаю. Да, мне же дел больше нехуй, давай. Этот генератор сломан. Но разве в БВ нет запасных? На крыше точно есть генераторы, но для моей затеи они слишком мощные. Предохранитель. Или найдем что-то менее мощное. Так давай сам, ты же электрический. Может, я смогу поймать низковольтную частоту? А твоя электросила добавит напряжение. В теории. Рискнем? Ну? Тряхнем? Моему другу эта шутка зашла бы. Какая шутка. Так, а в чем шутка? Объяснить шутку. Не понял. Чем тряхнем? Тряхнем типа чем? Тряской и с помощью какой-то кинетической энергии тряски мы запустим электрический? Я не понимаю шутки. Я, блядь, не фи... Ага. Я не физик. Сканировать. Блядь. Генератор есть, но он выключен. Только не... Как это, не бродяга. Видишь, все будет отлично. А ты можешь его зарядить? Нахуя? Он же и так мощный. Что значит зарядить? Он же и так мощный. Есть нужное напряжение. Надо подвести ток на первый этаж. Да! Я знал, что ты поймешь. Может, получится соединить узлы? Прицельтесь в энергоузел, удерживая R1. А что такое-то? Ага. Я понял. В смысле? Вот этого не понял. Допустим, дальше куда? Идет через старую цепь. Бля, через старую цепь. Это значит, что он плохо будет работать, 100%. А дальше-то куда? Пискни так. Пик-пик. В какую сторону? Ты хочешь, чтобы я через... Что? Через как понять? Моя неправильно. Да наверх! Человек-паук! Наверх, пожалуйста, можно? А я досюда не дотянусь. Это, бля, про 100%. Кто там гогучих? ДЛ-2, блядь. Я да тут не дотянусь. Это по-любе. Ну не, это не вариант. А, вот туда может? Не, подожди. Я не вижу промежуточного звена. Этот идет куда-то вниз, потом сюда. Или он уже пошел? А, но уже пошел под землей. Да, пизда. Так, я понял. Давай, допустим. Огромное спасибо. Может тебе зваться Великий Электрический Паук? Вэп. Спасибо. Вэп. Человек-паук нормально. О, я получил сообщение. Вдруг скоро тут будет. Ты только не уходи. Окей, давай посмотрим. Ну, спрячься. Охуел! Мне пишет ВиДжей. А ты всегда озвучишь содействие? ВиДжей, что-то задумал. Или, а, он типа надиктовывает, наверное, чтобы с руками не забирать. Бля, не знаю, вот давно уже, сколько лет, есть в телефонах функция набора голоса. Я никогда не пользуюсь. Я не знаю, почему мне как-то это непривычно, некомфортно. Это же уравнение, с которым он помог мне на первом совместном занятии. Так мы и подружились. Пссс, Человек-паук. Это первая подсказка. Переверни. Да ты заеба! Ого. Ха-ха-ха. Хорошо. Значит, мне туда. Так, и что тут? О, это же фильм, который мы смотрели вместе. Мы тогда были совсем зеленые, носили брекеты. Но все равно. Это был лучший вечер. Человек-паук, постер, прилип. Не сдернешь его? Наверное, Виджей во дворе. А как ты сам это хотел делать без Человека-паука, придурок? Как ты сам это хотел делать? Виджей, по тебе сразу видно, что это ты все затеял. Я сразу понял, что ты не такой, как все. И мне повезло, что ты мой друг. Ты классный, Локас. Ты пойдешь со мной на... Домой? Прогулку? А... Не совсем. О, нет. Я должен что-то сделать. Что, например? Что, я имею в виду? Использую цепную молнию. А, цепную молнию куда? Выпускной? Виджей, ну, конечно. Наденем парные куртки. О, да. Ух, пронесло. Человек-паук, спустись! Я хочу тебя поблагодарить! Спасибо, что помог мне это сделать. Нифига себе. Человек-паук. Это лучший день в моей жизни. Все ради дружбы. Рад за вас. Гульните на выпускном. Ладно. Ладно. Ссылка на полис в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм. Комментируйте, ставьте лайки. Не звать про колокольчик. Ставьте там все уведомления. Всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин.